Тот самый день, я стоял на вершине горы, оставался еще один спуск, последний шанс воплотить мечту всей жизни. Меня даже не пускали на фильмы ужасов без родителей, когда я загорелся мечтой. И вот я тут, рядом мои товарищи по команде, перед нами возможность войти в историю, в мозгу. За одну лишь секунду пронеслась целая вереница воспоминаний, вспомнились и те два решения, которые привели меня на вершину этой горы. Первое решение я принял после очень сложного периода в своей карьере атлета, после пяти лет постоянных травм и увечий, отдать пять лет жизни, довольно много для любого занятия. Я очень любил атлетику, но травмы губили во мне стремление и мечты. Из-за травм я чувствовал себя неудачником, а ведь я был отличным атлетом. После серии травм понадобилась серьезная операция на локте, и когда я сидел на диване после операции, я вспомнил своего старого тренера. Он как-то сравнил меня с великим бобслистом. Бобслей? Да никогда. Но после многих лет я так и не достиг целей, которые поставил для себя. И настало время перемен. Я связался с Олимпийским комитетом США, и они сказали начинать тренировки. Я собирался стать бобслистом. Я даже ничего не знал о бобслее, но решение уже было принято. И вот, как мне показалось, не успев и глазом моргнуть, я уже со своей командой толкал санки к Олимпийской медали Олимпийской славе. На старт. Внимание. И прокричал наш калот. И мы погнали. Прыгнувшись как можно ниже, мы набирали скорость, разгоняя санки. Все страхи и сомнения остались позади. Еще до того, как мы запрыгнули в наш ночной поезд. Мое волнение прошло. Уже в санках, которые набирали скорость, еще на одно мгновение, мысли вернулись к тому дню после операции. Как же мне перестать получать травмы на тренировке, как это происходило раньше? Я сказал себе, что и дальше хочу соревноваться, хочу добиться успеха. Но я не должен перекладывать ответственность и винить за свои травмы других. Я понял, что должен самостоятельно решить свои проблемы. И то, что я делал все это время, возможно, было не совсем мое. Нужно было изменить отношение к реальности. Это было моим вторым решением. В моем решении больше не получать травм было несколько моментов. Но главным было ответственное отношение ко всему, что происходит в моей жизни. Страх и опасение получить травму непременно приводили к ней. Мне нужно было перестроить свое мышление. И я научился отпускать свои страхи, которые накопил за все годы. Настало время доверять себе, чтобы сделать то, что я раньше считал невозможным. После пяти лет травм были девять лет, в течение которых я не пропустил ни одной гонки. В составе национальной олимпийской сборной в США. Все это благодаря тому, что я принял два решения. И следовал им. Вот я снова со своей командой. Мы набираем 145 километров в час. Подходим к последним поворотам. Слышно, как болельщики скандируют. Звон, шум, гумы и отчетливая да. Не свозься столбой. А мы летим 150 километров в час. Конечно, кричали не да, кричали да вы. Но мы двигались так быстро, что слышали только первую часть. Пересекаем финишную черту. Смотрим на табло. Оно просто показывает один. У нас получилось. Мы, олимпийские чемпионы. Мы лучшие в мире. Руки победно взлетели вверх. Этого момента я ждал всю свою жизнь. И вот он настал. Когда наши санки остановились, я увидел своих мам, папу и сестру. Моя семья и друзья кричали от радости. Я знал, что все это стоило жертв. Всего два решения и пять минут на диване изменили мою жизнь. Они помогли мне воплотить мечты в реальность. Это были именно те решения, которые дали мне уверенность для участия в Олимпиаде. А какие два решения смогут навсегда изменить вашу жизнь? Хочу, чтобы вы подумали о том, чем вы занимаетесь сейчас, и о том, чего бы вы хотели в жизни. Если вам было интересно, поддержите проект подпиской, лайком или комментарием. Ссылки и больше информации в описании к ролику. Спасибо, что смотрите наш канал.